Тема не новая и неоднозначная. Подчас действительно процедура регистрации недвижимости превращается в кабинетную эпопею. А одни и те же документы заворачиваются по 3-4 раза. Что это? Технический сбой? Организационные упущения? Может быть. Но есть и другая сторона медали. Есть такие вот собственники, которые не регистрируют дома, не хотят платить налоги. Это уже корысть. Это корысть. И немало, кстати, таких. Действительно проблема обоюдоострая. Кто-то не хочет платить, кто-то не может заплатить. И зарегистрировать свое имущество. А итоги получаются такими. Их можно проверить на портале госимущества. Там публикуется специальный реестр должников. Посмотрите ради интереса. Там почти 300 тысяч объектов. Это значит 300 тысяч граждан у нас на сегодняшний день. Это то, что мы выявили. На самом деле, конечно, гораздо больше, у которых имеются дома и госпостройки без прав. То есть, по сути, это потенциали судебные иски. Из этих 300 почти 200 тысяч СНТ. В Матищах зарегистрировано 107 товарищей. Это около 12 тысяч участков. Почти в половине из них есть проблемы. Так вот, чтобы этих проблем избежать, был внесен в Госдуму проект о продлении дачной амнистии. Потому что после ее завершения люди столкнулись с большими трудностями при регистрации садовых домов. Так как они оказались приравнены к индивидуальным жилым домам. Ну а на этом фоне просто недопустимо рецидивное поведение многих собственников. Есть люди, которые живут по принципу, я никогда ни за что не платил, платить не буду. Ищут у нас с нами слабое звено в протоколах общих собраний. Когда они пытаются не просто не платить, а еще потом оспаривают протоколы общих собраний. Только для того, чтобы не заплатить свои 10-12 тысяч рублей взносов в год. Не понимают, что из-за этого страдает инфраструктура. Такая позиция грозит серьезными неприятностями, судебными исками, сносом и продажей участков для компенсации убытков. Не стоит доводить до этого. С августа дачная амнистия с упрощенным порядком регистрации жилых и садовых домов продлена на полтора года. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День».